По просьбе инфодайвинга был разработан курс, его условно можно назвать терапевтический тренинг, потому что здесь одновременно можно и проработать конкретно свои проблемы, и о своей технике, и достаточно большой информационный блок, информационно-теоретический, потому что людей, которые занимаются, либо работают с другими людьми, либо со съемом той же самой информации должно быть понимание, куда я хожу, что я делаю, что я считываю и как она может быть выглядена. Поэтому моя задача в процессе курса, я дам такой вот первый уровень. В силу того, что я врач-психотерапевт, то я больше работаю с психикой, поэтому я дам классификацию структуры личности, вернее, дам структуру личности. Я дам классификацию психотипов, которые бывают. В качестве модели более упрощенный, простой вариант понимания, и как методологии в последующей работе для себя, я предлагаю спиральную динамику. Это очень интересная вещь, которая описывает мышление людей, сознание людей через систему ценностей. И в процессе развития нашей жизни, в процессе развития нашего сознания у нас меняются ценности, ибо меняются наши задачи. И вот через приз под эти ценностей мы выстраиваем все свои модели поведения, мы выстраиваем все отношения. Практически под ту ценность, которая у нас есть, она как паразит, она очень хорошо размножается. Мы ее хапаем извне, ее называют ценностный мем. У нас есть такая единица ценностного мема, это единица нашей осознанности, нашего сознания, которая очень похожа как ген. Она и звучит. Похоже, ген и мем. Да, из трех букв конкретно состоит и одно, и другое. Вот. Этот ценностный мем, он распространяется, он захватывает наше сознание, он начинает управлять нашими моделями поведения, и выстраивает нашу жизнь, и выстраивает отношения с внешним миром. Вот. Я дам понимание, на каком уровне нашей жизни, в каком возрасте, какие ценностные мемы у нас существуют. Определенные этапы мы можем пройти как с минусом, так и с плюсом. Вот. Если, например, этап пройден с минусом, то в последующем у нас возникают проблемы, незакрытые. Это травмы и незакрытые темы, которые начинают фонить и удерживают развитие нашего сознания, как бы пришнуровывают, привязывают к проблемам этого уровня, и мы не в состоянии подняться на более высокий план и выстраивать более экологичные, более зрелые, более взрослые отношения, практически пройдя по спиральной динамике, закрыв все эти уровни, все, что мы сделаем, мы повзрослеем. Мы станем более взрослыми людьми. То есть это про то, как взрослому человеку повзрослеть. Потому что если мы не решили на каком-то этапе наши задачи, то мы остаемся инфантильными в этой области. Мы остаемся инфантильным в этом кусочке. Поэтому задача курса – отдать этапы, познакомить, провести каждого по этим этапам, спровоцировать, я дам тех практики, которые помогут спровоцировать те минусы, которые есть, для того, чтобы увидеть их у себя. И дам несколько совершенно простых техник, которые легко делать самостоятельно, для того, чтобы начать их прорабатывать. Ну а дальше, ребята, курс вам в руки. Да, свою инициативу, желание и вперед на танки. Двигаемся, развиваемся, взрослеем. Потому что мы привыкли к инфантильным отношениям, взрослые отношения – это несколько другие. Что еще сказать? Какую аудиторию ждешь? А любую. Потому что на самом деле эти практики достаточно универсальны. Мне бы хотелось работать с теми людьми, у которых есть интерес, у которых действительно есть мотивация на повзросление самого себя. Потому что если вы сидите в инфантильных позициях, у вас есть куча вторичных выгод, то, наверное, придется сначала раскачивать эти вторичные выгоды, ну и слегка обыдаться, буксовать. Естественно, что группа будет откатываться. Поэтому, ну, как в армии, зачет идет по-последнему. Поэтому где-то, возможно, мы группы раскатаем. Но, во всяком случае, это первый этап. Это первый этап понимания, кто я, понимания, как устроено мое сознание, понимания того, какие проблемы у меня могут быть, какие травмы, с какого уровня, как они проявляются в последующем в моей жизни и что с этим делать. Ну, вот как-то так.